Привет, друзья! Сегодня у нас очередная история из сети. Но прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. А также оставьте свое мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. В юности я работал менеджером в одной довольно престижной фирме. Эта работа мне нравилась всем. И обязанностями, и зарплатой, и коллективом. Редко такое бывает, но мы стали почти что одной семьей. Часто ходили друг к другу в гости, вместе отмечали праздники, обменивались милыми подарками. Даже свою будущую жену я там встретил. Она работала в соседнем отделе. Но была в этой бочке меда ложка дегтя. Наш начальник. Абсолютно беспринципный и даже жестокий человек. Он издевался над нами как мог. Иногда сверхурочно мы работали по несколько часов. Мой рабочий день заканчивался в восемь, но я часто выползал из офиса и в десять, и в одиннадцать вечера. Очень часто в качестве наказания мы делали работу, которая потом оказывалась была никому не нужна. «Это чтобы вы не расслаблялись», – говорил Петр Павлович и при этом еще самодовольно улыбался. «Сама не знаю, как мы столько времени это терпели. Но точку в этом деле о трудовом рабстве поставил один поступок. Как-то раз под Новый год Петр Павлович завалился в офис в обнимку с двумя девицами. Выглядели они, мягко говоря, странно. Размалеванные лица, безобразно короткие юбки, больше вульгарности, чем красоты. Но Петр Павлович просто сиял от счастья. Знакомьтесь, он вывел красоток в центр комнаты. Это Лидочка и Василиса. Теперь они будут здесь работать, правда они прелестны?» От шефа доносился стойкий запах алкоголя. Красавицы благоухали не лучше. «Только не смейте загружать их работой», – велел Петр Павлович. «Иначе уволю. Или оштрафую так, что мало не покажется. Они должны просто украшать нашу рабочую серость». Мы с коллегами только переглядывались. «Но как же так?» – растерянно спросила Ольга Львовна. «Она проработала в этой фирме почти 15 лет. Стояла у самых истоков. Как можно быть на работе, но не работать? А работать должны такие, как вы», – заявил Петр Павлович. «Вам-то в вашем возрасте уже не на что рассчитывать». Ольга Львовна побледнела. А мерзкий начальник продолжал. «Поскольку теперь у нас работают Лидочка и Василиса, четверо из вас должны написать заявление об уходе. Остальные разделят вашу работу. И только попробуйте не справиться». Когда на следующий день Петр Павлович пришёл на работу, в офисе было пусто. Лидочка и Василиса просто опаздывали, а больше никто не пришёл. Тем же вечером и все 12 человек написали заявление об увольнении. Так Пётр Павлович остался один. А мы с коллегами сохранили нашу дружбу. Многие даже работу нашли в одних и тех же фирмах. Вот так мы потеряли хлебное место, но обрели близких на всю жизнь. К слову, фирма Петра Павловича вскоре разорилась. Видимо, так наработали Лидочка и Василиса.